Здравствуйте, Накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко и вы на моем канале. Как часто вы слышали фразу от клиентов «Это не мой специалист», «Она меня не слышит», «Она меня не понимает», «Мы с разных планет» и так далее. И дело вовсе не в профессионализме, а дело именно в психологическом подходе к клиенту. Поэтому мы с вами начинаем небольшую серию выпусков о психологии работы с клиентом, что вы меня очень сильно просили. Итак, первый выпуск у нас посвящен аудиалам, визуалам и кинестетам. Для того, чтобы понимать, какая потребность у вашего клиента, нужно изначально понимать, с кем же вы имеете дело. Например, я часто своим студентам говорю, что представьте, что все ваши клиенты – это как животные. Вот есть у вас кролик, а есть у вас котик. Вроде тот пушистый, тот пушистый, но кормить вы будете их совершенно разными продуктами. Котик у вас морковку кушать не будет. Вот точно так же и клиенты. Нужно понимать, кто есть кто. Изначально я вам сейчас очень сильно рекомендую поставить на стоп и пройти тест в гугле. Просто вбивайте «тест на тип восприятия». Вот вы сейчас пройдете и потом вернетесь к ролику и дослушаете до конца. Потому что для того, чтобы понимать вашего клиента, изначально вы должны понимать себя. Тест, я надеюсь, вы прошли. И возвращаемся. То есть у нас есть три типа восприятия. Аудиал, визуал и киноэстетик. Аудиалы – это те люди, которые воспринимают информацию лучше ушами, текстовую информацию. Визуалы – это люди, которые воспринимают лучше информацию визуальную, глазами. И киноэстетики – это те люди, которые воспринимают информацию тактильно. Они часто говорят такие фразы «я почувствовал», «у меня чуйка». Это киноэстетики. Как же распознать клиента? На самом-то деле очень легко. Приведу вам очень простой и банальный пример. Приходит к вам клиент купить помаду. И один клиент говорит «Ой, а покажите мне эту помаду». Второй клиент говорит «Ой, а расскажите мне об этой помаде». А третий клиент говорит «Ой, а можно попробовать? У вас есть тестера, она не сушит, она не сильно жирная, например». Это уже будет киноэстетик. И в чем же главная фишка? То есть если вы будете зеркалить вашего клиента и говорить с ним на одном и том же языке, соответственно, у вас сразу будет полный коннект. И клиент будет говорить такую фразу «Ой, у меня ощущение, что мы с вами уже 300 лет знакомы. Да, вот вы меня сразу понимаете с полуслова». А на самом-то деле все очень легко и просто. Если вам клиент говорит «Покажите мне эту помаду», не нужно рассказывать про нее. Нужно просто взять ее в руки, дать клиенту и сказать «Правда красивая? Посмотрите, какой красивый цвет». Посмотрите, а не послушайте. А если клиент говорит «Расскажите мне об этой помаде», конечно, вы должны дать клиенту качественную текстовую информацию и сказать «Вы слышали, что эта помада, например, была трендом года 2019-го года, либо 2020-го года?» Но ни в коем случае, если вам клиент говорит «Расскажите мне об этой помаде», а вы ее достаете, говорит «Посмотрите, какая она красивая». То есть с вами клиент говорит на китайском, а вы с ним говорите на украинском. Вы разговариваете совершенно на разных языках. Точно так же и киноэстетик. Киноэстетик, когда он сядет к вам в кресло, например, на макияж, либо на брови, вы сразу будете слышать такие фразы «Мне холодно», «Мне жарко», «Кисточка полит», «Мне чешется», «Мне давит», то есть тактильное ощущение. И в данном случае самое главное у клиента уточнять, комфортно ли вам, не холодно, не жарко, не давит, все ли там кисточка не колит. То есть для клиента самое основное – это тактильное ощущение. И расскажу на примере себя. То есть я прежде всего, если взять градацию, на первом месте я киноэстетик. То есть я все воспринимаю чувствами и тактильно. И поэтому для меня, когда я прихожу делать укладку, самое основное – это как мне помыли голову. То есть если человек старается примыть их головы, он мне сделает легкий массаж. И мне уже не важно, какая была на самом деле укладка, я все равно к этому клиенту вернусь. И вы сразу можете понять, что если я киноэстетик, а вы руководитель салона красоты, либо вы, например, специалист другой сферы, ну, предположим, я к вам пришла на макияж, но вам же нужно, чтобы я к вам в салон еще раз вернулась, что вы мне будете рекомендовать? Ну, явно вы мне не будете рекомендовать какой-нибудь маникюр с разрисованными цветочками, потому что я не визуал, я киноэстетик. На что я сто процентов запишусь? Я сто процентов запишусь на массаж, да. А если клиент визуал, да, соответственно, вы ему можете предложить ту услугу, которая его сразу сделает лучше, красивее, то, что он увидит, увидит цвет, например, его можно записать на тот же макияж, на ту же укладку, на тот же маникюр. Ему очень важен будет конечный момент. И, как правило, визуалы всегда выбирают себе своих специалистов по внешнему виду. Никогда визуал не будет ходить к специалисту, чей внешний вид не соответствует его представлению о красоте. А, например, киноэстетик, он будет ходить к специалисту и говорить, ой, она такая добрая, она такая хорошая, и внешний вид не будет стоять на первом плане. А тот же аудиал, он будет ходить к специалисту, с которым не будет о чем поговорить. Но вы, как специалист, должны подстраиваться. И если вы даже сами по себе аудиал любите поговорить и любите послушать, но пришла к вам я, киноэстетик, я не люблю разговаривать на процедуре. То есть вы понимаете, что я киноэстетик, не нужно со мной разговаривать, пока я не начну говорить. Я хочу расслабиться, я хочу получить удовольствие от тактильного восприятия тех же кисточек, либо браша, когда мне делают браш. А аудиальный контакт меня отвлекает. Поэтому ваша задача распознать клиента, какое же он животное, котик либо кролик, и чем вы его будете кормить, и как же вы с ним будете себя вести. Надеюсь, информация для вас была полезна. В следующем выпуске «Психология общения с клиентом» мы рассмотрим, что такое внутренне личностные роли. Ну а пока делайте скрин, выставляйте в Инстаграм, отмечайте меня в сториз, и самые интересные сториз получат одну из этих футболок. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok